Здравствуйте! Поговорим о событиях на американском рынке. Фондовые индексы росли на прошлой неделе. Участники рынка продолжали отыгрывать благоприятный отчет о занятости за апрель, но после исчерпания позитивного импульса улатильность рынка существенно снизилась. Опрос менеджеров по кредитованию, проводимый ФРС, показал, что в первом квартале стандарты выдачи коммерческих займов продолжили ужесточаться. Спрос на кредиты вновь снизился. Отсутствие других значимых событий в макроэкономическом календаре позволило инвесторам сфокусироваться на квартальной отчетности и других корпоративных новостях. Впрочем, бенефициары развития искусственного интеллекта показали смешанные результаты, что не способствовало повышению оптимизма инвесторов. В частности, отчеты из британской Arm Holdings не вызывали вау-эффекта. Акции разработчика программного обеспечения Palatir также попали под давление после отчета из-за недостатка позитивных драйверов. На текущей неделе ожидаем рост влатильности ввиду намеченных к релизу макроэкономических отчетов. В центре внимания будет индекс потребительских цен за апрель. Ожидается, что общий индекс вновь покажет рост, а базовый индекс замедлит темп. Кроме того, оценить инфляционную картину поможет публикация индекса производственных цен, от которого участники рынка ждут рост на 0,3% месяц к месяцу. Публикация по динамике розничных продаж также вызовет повышенный интерес в свете того, что последние сигналы, которые подавала экономика, указывали на замедление деловой активности в начале второго квартала. Активность в рамках сезона отчетов резко пойдет на спад. Из состава S&P 500 отчитаются лишь 6 имитентов, в числе которых Walmart, Cisco и Applied Materials. На следующей неделе также стоит следить за китайскими акциями. Квартальные результаты представят Alibaba, Baidu и JD.com. S&P 500 может двигаться в диапазоне 5100-5300 пунктов. Советы можно смотреть для покупки акций Lyft. Конкурент Uber представил квартальный отчет, оказавшийся лучше прогнозов. Ярким моментом стала улучшенная маржинальность. Прогноз на следующий квартал также оказался выше ожиданий рынка. Ожидаем, что на дистанции двух месяцев котировки могут подняться до 20 долларов 50 центов. Также рекомендуем обратить внимание на бумаги автопроизводителя Stellantis. Оценка компании относительно аналогов выглядит, неоправданно, не низкой. Учитывая перспективы восстановления продаж во втором полугодии, благодаря выходу на рынок новых моделей Dodge, Citroen и Peugeot, акции способны вырасти до 24 долларов 80 центов. До встречи через неделю. С вами был Сергей Глининов, Freedom Finance Global. Субтитры создавал DimaTorzok